Вот было двоеборье, вот лыжные гонки, вот горные лыжи, хоккеисты, фигурное катание все были вот здесь. Поэтому мы были здесь радиус порядка 80, а то есть 100 километров. Вот открытие аппарата. У меня там, конечно, нет, потому что тут в основном идут тренера, массажисты и те, кто не задействован в гонках, кому завтра не стартовать. Так, так и что тут скажешь? Ну вот у меня он, 33 номер. Вот я. Молодой еще чернявой, значит, вот так. Гунде 10 метров, 5 метров, значит, лыстрады армара, и там это полборда. Олимпийский гул для Свери и Симеатом, который будет 50 метров вокруг Свенска. Какая красивая штука от Гундесвана, и какая красивая штука от Басберг. Чтобы вы понимали, серебряная медаль для сборной СССР это был прогрош, мы же ее не выиграли, мы считаем, что проиграли. Мы же проиграли. Для сборной СССР было только первое место, остальных мест не существовало. Ну, они были, ну, хорошо, как бы, но, в принципе, за это тренировок могли снять. Если бы не было медали, вот, Зимеатов выиграл, если бы не было медали, то... Ну, последствия могли быть очень серьезные, да. Почему проиграли? Кто? Надо же забраться. Какие могут быть нахитки? Ну, уже в мое время такого не было, но я слышал, даже в фильме есть, что кто-то футбольная команда, они проиграли, но сразу уехали на колыбу или куда-то. Уже в наше время таких страшилок не было. Ну, то, что тренера снимут, это однозначно. Однозначно, да. Если вот невыполненный план или как-то, ну, может быть, серебро еще как-то можно было прикрыть. Обязательно, конечно, конечно. Ну, это же такие вещи, которые и сейчас они вам не надо, и она должна быть. Ну, а при Советском Союзе, конечно, было. Обязательно. И, с другой стороны, здесь как бы ничего... Для них это была как поощрительная поездка. Вот, вы представляете, вы сидите где-то в отдельной, там, по-моему, куда, а тут бы поехал с олимпинцем, поехал на Олимпиаду. Ну, понятно, что это же... Отлично. Лучше так, лучше так, чем теперь. А у нас, а у нас сейчас возят, ну, я не буду называть фамилии, но дочек, сыновей, и сами кого-то возят. Все же на Олимпиаду вот туда, все идут. Вы же посмотрите, вот это когда идет вот открытие, когда открытие. Вы половине украинской делегации, посмотрите, кто же там присутствует. Может, сейчас быть меньше, а вот кто раньше? Ой, дочки, сыновей. Ну, а кого ж? Ну, конечно, они же там идут не как дочки. Они же там идут как переводчики, переносчики, научная бригада и т.д. и т.п. Да, Андропов умер в 84-м году. Да, был, вы себе не представляете. У руководства была мысль закрыть и уехать. Ничего смешного нет. Нам-то, вы представляете, вы готовились 12 лет, больше 12 лет, это все. Не доедал, не доедал, тяжело тренировался. Здесь умер вот так вот. Ну, конечно, нам очень жаль, хотя мы же его не знали, они там умирали. Так, ну и ладно, на этом шутить нельзя. Все, во-первых, повесили этот, здоровенно, значит, фотографию в черной рамке. Здесь все, ловят же нас, всех стояли. И хоккеисты все бедные стояли, и нас все стоять в оцеплении. Ты же должен с кислой мордой вот это стоять. Но кисло еще не потому, а то, что обсуждался вопрос, видать, Москва сказала, что нет-нет, оставайтесь. А мысли уже наши же, ну как, ну все же хотят выдвинуться, это же руководство. Обсуждалось на полном серьезе, что все, мы собираемся и уезжаем. У нас горе, у нас трава. Когда ведь, когда уже шла Олимпиада номер, да? По-моему, вот только туда приехали. Ну, уже там были, да. Вот не скажу точно. Но суть в том, что мне никого же не интересует. Игра у кого завтра, у тебя гонки завтра. Все здесь с этими стоять, изображать скорбную эту салфу. В Сараево круг, да не только 50 километров, но чтобы сам 50, ну он не 50, он 2 круга по 25 километров. На расстоянии видимости стояли, ну как, на снегу в белой форме, вот как партизаны. Видите, в фильмах про великую честную войну там были так, да. Но это нормальная ситуация. Но охранять надо же. Потом первый раз это все с лагерем. В Калгаре этого не было, да. Ну, первый раз Олимпиада досталась соц. стране. Первый раз. И вы ожидали все, тем более вы же не забывайте, в 80-м году Олимпиады не было. Ее провели так, просто там у нас, у нас что-то в Москве было там... А, Олимпиада, ну туда не приехали, туда не приехали. Она была без половины, без половины этих самых, так. Вот. Ну каких-то диверсий же... Ну вот так же само, как вы сейчас слышите, что вот иногда российские СМИ какие несут ахинею. Так же само, может они понимали. И так же же думаем, что... В это рассказывали, так же пугали друг друга, что обязательно придут альянцы и все взорвут. Ну, да как что им тяжело, солдаты дармовые. Ну, поставили солдат, в принципе они никому не мешали. Езжи даже просто как бы это комплекс герострата, или что, езжишь. Да, же сад. Вы знаете, так что вот так вот может просто, ну больной, хворой, лудына, вот что-то она... Прославится. Да, в этом не... Вы же знаете, на Олимпиаде, когда израильских спортсменов кто-то там вот захватил же, постреляли и все такое. Потому Олимпиада всегда охраняет. Как у нас было. Был огромный такой холл, а внизу стояли, для нас это было дело новое, везде стояли вот эти вот игры, только они большие. Вот какой сейчас на компьютере вы можете играть, то тогда это был такой огромный аппарат. Но самое главное, там космические войны, вот такая вся шляпья. Они же затягивают, бесплатно же, естественно, это все играет. Но мы же это не видели, да его на западе не все видели. Это самое новое, ну Олимпиаду всегда стараются, самое новое. И лыжи делают специально новой конструкции, ну и инвентарь, и все. Ну это же как бы вот, это самое лучшее, что... И вы испытали. И вы играли вот эти игры? Первое, что играли, да, ну конечно же, попробую там. А ты подходишь на две минуты, а тут ты уже часа два там оттоял, незаметно. Время же летит, ну ты даже не гоняешься за кем-то там, не помню за кем. Но то, что я поиграл, это как бы полбеды. Играют другие, а вот здесь, я вот здесь сплю, а вот здесь стоит автомат. А там, пиу-пиу-пиу, и ты вот это засыпаешь и просыпаешься под это, под этот звук. Это раз. И второе, это уже как бы к Югославам, они же хорошие ребята, но вот несмотря на то, что стояли везде автоматчики, полная деревня была, во-первых, курить строгость запрещено. Но вот там они курили, вот там они ходили, я не знаю, откуда они проходили, но это же горное. Ну, как и везде, как и в нас вот в Грузии, там вот они, это же как бы такая горная нация, они же отличаются от степных, скажем так. Да, они курят везде. Ну, вот они как-то больше, они же такие, и вот так, и ладобани курят, еще и дети здесь бегают. Откуда они там пришли, туда пройти нельзя. Я захожу в деревню, два раза минимум через рампу меня обыскивают всех спортсменов, всех проходящих. Ну, мы же понимаем, наверное, дети как-то завели, кто-то же там, ну, кумс, вот брат, наверное, как-то завели. Но вы могли находиться только в деревне, вы не на тут. Я мог везде находиться, была аккредитация вообще у спортсменов, есть аккредитация. Здесь четко расписан, ну, там вы можете поискать, так может, кто-то нашли. И на всех олимпиадах, еще это хлира, но на олимпиадах, тем более, есть аккредитация. Там четко указано, какие зоны я могу посещать. То есть, А, Б, она должна быть всегда здесь. Охранники, или кто там есть, видят, если эта зона, VIP-зона, то туда же ты, конечно, не попадешь, тебя остановят. Кто-то мог полностью посещать, кто-то, значит, вот так. С этими аккредитацией, ее только с ним, а некоторые даже были случаи, что с ними их бежали. Ну, ты не попадешь, спортсменам выдают номера, еще с номером можно попасть, он тоже является пропуском. Именно только в спортивную. Ну, забыл снять, и были случаи, я даже видел, что кто-то из девчонок бежит, знаешь, их уже не помню. Но вот эта штука, она болтается, она ее туда уже засунула. Нам тогда, как было, ну, вот как поощрение, давали на олимпиаду, и если бы нам хотя бы ее дали чуть-чуть раньше, давали по такой, по большой, не знаю, сколько там, 2 килограмма или даже больше, ну, вот такая вот визуально, она вот такая банка икры черной, большая. Вот, ну, одному она не длилась, так вот нам дали вдвоем. Ну, и что биатлонисты сделали? Они пришли в олимпийскую деревню, в пищеблок, ну, в огромную столовую, что это, ну, столовая, ресторан, как хочешь ее называть, значит, так. Положили эти, и ложками начали, значит, вот фигачить. Ну, приколисты, а не просто так. Но все же снимается, набежали сразу эти западышки, о, русские, ага, не русские, футыш, советские, вот они, советские. А не могли сказать русские, там, я не думаю, что... Ну, в общем-то, был как бы синоним так, и там же только один я был, Хохол, и еще, может быть, Шална был, Прибалта, так, там, ну, нет, нет, это я уже, все точно, какой же я не вел статистики, так не знаю, ну, конечно же, мало, в основном, снег где, где снег там, это, за... И, знаете, что вот, так, ну, естественно, насколько я уже помню, по-моему, там их немножко произошло проблемы с желудком, да еще они выступили не очень хорошо, так, и тогда руководитель научной бригады была такая поговорка, вот ел картошку, так и ешь, ну, это был больше, как бы, ну, ну, даже не пиар-акция, ну, молодые же, да, ну, это был такой шарш, но эти сразу вышли заголовки, там, и было, что, ха, вот он, в чем секрет, значит, советских спортсменов, они едят икру. Была ли, была ли такая? Допинг принимали. Допинг нельзя принимать. Ну, я не знаю, то есть... И, и были всегда, проверяли очень серьезно. Олимпиадия не то, что серьезно, и, чтобы вы понимали, когда допинг, то сдаешь, не понимаете, как это сдаётся, анализ мочи, три баночки, вот одну там делают, и две еще хранятся, они до сих пор где-то хранятся. И вот их можно достать в любой момент и узнать, кто, что принимал, то есть, вот, на сегодняшний день отращение открыто, какой-то препарат, он, а завтра его откроют, и все равно тогда скажем. А вот как его восстановить, это уже другой вопрос. Это тоже, да, вот тот же Ментрана, тот, который сейчас, вот, его уже все узнали, ну, вот он поддерживает сердечную мышцу. Конечно, он для, для, был как для больных людей. Так все препараты придумываются не для спортсменов, а для, и та же Виагра была придумана, полный для сердечника, вот так же, насколько я знаю. А потом нашли еще какой-то другой шоу, вот еще есть другой. Вот знаете, вы одели шапочку или вот вот эта кабинет, и получилось, вот сегодня пошла хонка, ни с того ни сего, я даже не рассчитывал, но она пошла. Вы начинаете, а потом еще вы заметили шоу, еще второй раз, все, дальше это уже ваше уже суеверие, ваше за бубон. Вы можете об этом никому не говорить, но ничего в этом страшного нет, в чем суть. Спортсмен, так же, как и космонавт, должен настроиться. Я для вас не знаю, открою секрет или нет, что все космонавты перед полетом советским, да, может, и сейчас, даже Леонов и сейчас рассказывает, что, значит, они, я извиняюсь, по маленькой нежде ходят обязательно сюда под корабль, перед самым полетом. Это ни с чем не связано, но такая была-то. Гагарин тогда сказал, поехали, вот все теперь летят, говорит, поехали. Но вот ничего в этом страшного нет, а человеку позволяет настроиться. Знаете, вот как гитару надо строить, так же и спортсмену надо строиться. Он одел на ските, одел там, я не знаю, что маечку какую-то, шапочку, повязку. Да все, что хочешь. Оно ему позволяет. Если оно ему позволяет, значит, это супер. Это супер. Другое дело, когда кто-то упрямо, ему надо ходить в шлепанках, он одел валенки. Но такого же быть не может. А у вас что-то? Где-то забывали? Ну, я вам так вот сразу и рассказал. Ну, конечно же, были какие-то моменты, понимаете. Но, в общем-то, не так, что именно с левой ноги или как-то с правой. Это все вторично. Были, этот ритуал, его надо выполнять. Вот так же, как мыть руки там и все такое, как умываться, его надо выполнять. Но именно когда мы говорим за бубоны, он не является главным. Но понимать надо, что вот его, и лучше его сделать тогда. Лучше я сделал. Но вдруг поможет. Чтобы вы понимали, понимаете, иногда этап Кубка Мира, он даже более сложно его выиграть. Даже сложно его выиграть. Потому что на Олимпиаде выступает всего 4 человека от страны. А на этап Кубка Мира можно допускать, кто туда попадает в красной группе. Может быть и 8 норвежцев бежать. И все 8 могут быть впереди. Понимаете? Потому здесь как бы... Но для жизни Олимпиада это все потому, что... То, что ты призер этапа Кубка Мира или чемпион, оно же забывается. А Олимпиада, ну само слово, это же Олимпиада. Почему? Ну вот почему? Ну почему? Ну что же вам, как же вам объяснить? Я же говорю, что вы не спортсмен, потому вам сложно понять. Но вы объясните. Эти люди же летают просто так, а тут люди еще чуть выше полечили в космос. Почему мы так ценим именно первый полет в космос? А это Олимпиада. Само же слово Олимпиада. Это высшее, что человек достигает на сегодняшний день. В некоторых видах есть четко рекорды. А у нас вот победа на сегодня, это значит, ты сильнейший на Олимпе. На Олимпе. Для человека, который не занимается, ну чемпион, ну можно сказать, ну так и что. А я зато гарно спеваю. Это все, как ты к этому относишься. Но вот когда туда, особенно наши украинские руководители впервые попадали на Олимпиаду, они понимают, что здесь нигде ты такого не встретишь, ни на каком форуме, ни на каких этих. Здесь весь мир и здесь надо видеть, насколько ценится именно Олимпийская медаль во всем мире. Событие, которое, ну что же вам не понятно, а событие, из-за которого вы сейчас приехали ко мне. Да. Ну да, так же же и есть, так к нему и относятся, так и все. То, что, скажем, что вот знаете, политики наши, к сожалению, думают, что главное деньги. Деньги, конечно, я всегда тут говорю так, что тот, кто думает, что деньги главное, но еще глупее тот, который думает, что деньги здесь ни при чем. Так что, конечно, деньги имеют значение. Но главное, это как раз предначитание политиков, чтобы они что-то сделали хорошее, чтобы запомнили в истории. А они думают, что главная их задача, а это вот как бы немножко... Вот вы приглашаете к себе в гости, вы же хотите как лучше, вы каждый день это не кушаете, но вы же хотите как можно лучше показать накрыт стол, так же? Ну что как? Показуха это, ну, кто им это может, так, у нас такой психология. Вот в эстонцам у них могут, ну то, что я видел, не везде же я не могу говорить. Ну мы сейчас там вообще прибалки, на западе я не скажу, но у них может держать, я спрашиваю просто вот тортик и бутылка шимпанского, все. Так вот как это было, проявлялась ли это фальшь? Понимаете, я не считаю это фальшь. Это вот у каждого, у каждого, я же вам прибыл, вот, пример, стол, вот вы накрываете, так это фальшь, или вы хотите пустить пыль в глаза девочкам, или что, почему? Просто дайте им по этому, по-прежнему дайте им. Ну есть определенная традиция, вот у каждой, вот в западном Грине, там вот сразу тебе там так, в Грузии тебе барана там зарежут, ну это же нормально. Так я же сейчас на своде ответила, а мы сразу за Югославию. Конечно изменила, ну вот Сочи, изменила или нет? Ну вот не знаю. Так изменила сильно, там пробили дорогу, там построили. Мы там были в этой Красной Поляне еще в 78 году, тогда уже разговор шел, что может быть в Узбеке с Олимпиадой. Ну так мы как-то посмеялись, потому что ну оно все не слишком, но хотя место хорошее, с ней есть, с ней лежит до конца мая, по-моему, там есть, не помню как это называется, то ли Краснополяна, то ли как-то. Вот. Ну вот построили. Так же самое Югославия. Другое дело, что построили, а там больше соревнований, ну по крайней мере лыжных, больше не было. А плюс еще тогда военные действия, гражданские эти все, это Босния, Гельцеговина, я там не знаком точно кто там чего, но суть в том, что говорят, что оно было почти все там стерто с лица земли, и даже там есть в самом Сараево какой-то дом, его специально не ремонтируют, там следы от пуль, ну так как в Сталинграде, следы от пуль там все оставили, как бы на память. Ну это ж я, я ж там не присутствовал, это решают члены Международный Олимпийский комитет, потому что они голосуют, впрочем, как и сейчас. Но это все равно, что я спрошу сейчас у вас, почему нам дали евро, как там, 2012 или как? Ну конечно спорт это политика, естественно, но не надо же думать, что он вот так вот. Но он политика в другом плане, это же не значит, что откатов там нету, откатов там нету. А политика, конечно, что вот как развивать, может не потому что не давали, но очень сложно. Сараево это, я не знаю, они там пишут, что они все сразу это окупили, но я думаю, что ничего они не окупили, потому что не было больше соревнований, а купить это значит, что там были туристы. Вот в Америке, я не был жив в Альпийске, в 80-м году, там спортсмены жили, почему в Сараево это было, там они описывают, что это было просто супер. Спортсмены жили в Альпийской деревне, жили в тюрьме. Тюрьма еще не заселена, ее только построили. Так, ну вот так вот. Плохо или хорошо? Само слово звучит плохо, но если так по этому самому, там тюрьма, мы жили в Калгарии почти так же. Были типа как Бамовский домик такой, одноместный номер, ну такая клеточка. Ну это спорный вопрос. Звучит страшно, жили в тюрьме. Наверное, да. Потом, когда уехали с Масмены, там заселили, в заключенных или кому-то так. Звучит как страшно, но я не думаю, что это, скорее всего, уже это говорит о том, что у них даже заключенные живут в нормальных человеческих условиях. Награда, это идет медалька или... Символично, я разомнись. Это не символично. Раньше медаль была, это было больше, чем гроши. Раньше медаль или орден, это было больше, чем гроши. Даже не могу сказать точно, но если что-то, так если имеешь орден, наверное, это, да это, пожалуй, выше, чем сейчас депутат. Если тогда ты имеешь орден, орден Ленина, допустим, или еще что-то. Уже человек почти не особый. Ну, конечно, если он не совершил какое-то тяжкое. Суммы тогда были не серьезные, какие сейчас, так... Как бы, денежный вопрос, это был, мало того, что он был вторичный, так он еще и был, в Советском Союзе он был, как бы, даже, ну, это уже считалось, что ты, не то, что жлобство, но это уже стяжательство, это уже мещанство, да. То есть, даже этот вопрос был неуместен. Были блага, конечно, получали квартиры, так и их и так получали. Их и на заводе молодой специалист получал, так, машину. Вот я после этого, я купил автомобиль, да. Тогда его купить нельзя было. Ну, а я сразу купил Волгу. Купил, никто мне его не дал за свои денежки. Но никто с гражданой СССР его не мог купить. Ну, я же еще дальше тренировался, конечно. Я же до 89-го года выступал еще. И после того, у вас было еще перемоги? Еще серебро на чемпионате мира, так... Ну, да. И так, что есть, таких все, да. Ну, за покупку мира и там другие. Но, чтобы вы понимали, раньше... Олег, да, конечно, это много. Но для жизни даже чемпион СССР, это было... Это даже может больше где-то значило. Это даже больше может значило. А в денежном эквиваленте, если так, так это почти что больше значило. Мне зарплата была за чемпионат СССР. Ну, ребята, конечно, тоже было. Почему причина нашего, что мы проиграли, мы даже были не слабее. Дело в том, что начался полуконек. Вы не знаете, что это такое. Ну, это оконьковый ход, вы тоже не знаете, что это такое, да. Лыжи вы даже не видели никогда. Вот это все идут, вот это, ну, это бетлонисты. Это классический ход. Классический ход, это вот, она называется ходьба на лыжи. А конек, это идут вот коньковым ходом. Это как коньковый. Там совсем другой принцип, потому что можно уже идти без мази. Совсем другие лыжи, они короче, и уже совсем другие ботинки. Они уже почти как гордолыжные. Понимаете? И в Сараево, когда, еще мы приехали туда, но мы же борелись в своем этом... Мы же этого даже не видели на этапы нас, не сильно вывозили. Или этап Кубка Мира, это было, ну, так, как бы вторичное. Да он еще и с... Я не помню, Кубок Мира вообще начался, по-моему, с 80-го года. Наверное, так вот. Они сами, сами Кубки Мира. Так что это дело как было новое. Его никуда еще никаких в советских планах его не было. Чемпионат Цердова намного больше, чем даже этап Кубка Мира, скажем так. Ни звания, ни зарплаты, ни пожатия руки. Потому... И мы особо не вывозили нас. А то, что готовили, ну... Для конькового хода надо совсем другая подготовка трассы. Она должна быть не вот такая узенькая, она должна быть широкая. Плюс накатка. Мало, что инвентарь другой, так она еще и сама подготовка. Сама ширина трассы должна быть другая. Вот в Сараево начался полуконек. Это уже немножко другое. Так. На подъемах, вот я лично за себя, тому же Вазборга, того, сколько я бежал в эстафете, я их, ну, как это мы называем, я их свободно на подъеме, я убегал и... Но как только спуск или равнина, а здесь в Велике поле, как это называлось, там километр старта, туда и километр финиша. И равнины, ну, вот на равнине это было, он как с катапульта, он выстреливал, и было бесполезно бороться именно с Вазборгом, с Сваном. Они, они как бы первые, а Сваны первый начал. Вот этим вот полуконеком. А на следующий год у нас чемпионат мира был в Дзейфильде, 85-й год. А там уже чисто мы приехали ни разу не ходя, и сразу на чемпионате мира побежали коньком. Ни разу до этого не ходя. Но это все равно, что, я не знаю, что вы никогда не плавали, вот, а вас бросили в реку и сразу поплыли. Вроде лыжи, но совсем другой ход, совсем другое вообще, вообще все другое. Даже, даже пловцы, ну, мы же даже свои плавки не делали. Мы делали, мы летали в космос, СССР. Вот это уже беда, они делали ту копейку машину, вот это было, а на Западе, все, что оно вот так, они делали все это на спорт, это было как лучшее испытание, ну, а еще и престиж. Еще и престиж. Естественно, разрабатывали, разрабатывали научные, естественно, разрабатывают, чтобы вот как восстановить спортсмена. Для этого работают целое, естественно, это нормальный процесс, лаборатории. Вот, чтобы оно на грани, на грани было. У нас же, как и было, еще, ну, в России, может быть, там осталась эта база, что-то они, наверное, ищут, но опять же, ищут с импортных препаратов. Потому что даже тот отголовный боли, он же требует очень долгих, десятки лет испытаний. А спортивный еще больше. Ну, они же, я говорю, опять же, они тоже не спортивные, потому что спортсмены берут, видят, что оно действует, как-то восстанавливают. Или там мышцы, или, ну, разные же, у каждого спорта же свои. Вы вообще не понимаете, как сборной команды. Она так же самая украинская. Даже наши украинские спортсмены, 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 должен постоянно находиться на сборах. Спортсмен нельзя. Может, какие-то виды другие, но именно мы говорим, если за лыжные гонки, то 11 месяцев в году он на сборах. Такая особенность. Они в разных местах. Могут быть в Австрии, могут быть в Эстонии, могут быть в Подмосковье. На Украине не было сборов. Но почему? Ну, для этого же надо, это вот, вы же мне рассказывали, что есть у вас откуда эта информация, что в Донецке планировался Олимпийские игры. Я специально даже узнал, что я пропустил. Так, я был когда-то в Донецке один раз. Ну, нельзя же сделать это. Можно построить стадион, но снег же не сделаешь, и трассы, и граналы же не сделаешь. Это даже не Европровести, Олимпиады, это намного серьезнее. Это же вы мне сказали, что он... Ну, так у таксиста же спросили, почему же, выключили бы сразу и записали бы таксисту. Ну, если я как-то... А он был, он... Стоп. Вы у него спросили, он в Донецке был? Нет. Один раз, по-моему. Вот и один раз, да. Ну, так ну, что ж вы у хорок людей пытаетесь, а потом меня спрашивают, что кто... Ну, может, ему сон какой-то был. Он был один раз в Донецке. Скал, я приехал без медали. Нет, даже не так. В 25 лет, в 25 лет я уже был на Олимпиаде, а я приехал без золота. И уже руководитель там один, он сам Олимпийский чемпион, не буду назвать его фамилию, но он говорил, а что у нас здесь делает Батюк? 25 лет, это я уже был старый. По тем, по советским меркам, 25 лет это уже рассматривали, что ну ты уже как бы старовал. Молодежь же есть другие, и вот так вот. Барсмены, которые когда заканчивают, что с ними? Ну, их не расстреливают, нет. Так, а их не расстреливают, они живут дальше. Но я вам не так расскажу. Вот смотрите, чтобы вы тоже немножко понимали. У нас вот отборочные были, вот на то же, это уже только в Калгари, было мы жили, в Бакуряне мы жили, да, это Грузия. Вот были отборочные, вот мы с вами живем вместе, мы команда, все. Ну, отобрались, я отобрался, и он отобрался, а вы, ну, вы на Олимпиаду не едете. Приезжает автобус, за нами, кто участники Олимпийских игр, все, после этого у нас разделили. Мы садимся в шикарный Икарус, ну, тогда были Икарусы, тогда не было Мерседеса вот этих. А вам подогнали, кто не этот, вам подогнали вот этот, желтый вот этот, который по городу ходит, это я не выдумываю, так было. И в аэропорт тут это так везли, а там ехать часа, часа 4 или 5, часа 4 или 5. Ну, просто автобус такой, дали, это же еще Грузия, тут же надо понимать, это более тогдашняя Грузия. Кстати, если уже с Сараево сравнивать, так вот Бакуряне, там это очень хорошее место. Вот я там слышал, что там тоже была война, и там вот тоже все разломано, побиты все базы, все такое. Так же самое со спортом. Кто-то идет тренером, кто-то идет руководителем, кто-то, была когда-то такая статья какой-то там боксера, что вот он в местных рядах. Ну, так что же, ему же никто талоны не дает на усиленное питание. На Западе я вот спортсмены так с ним разговаривал, он говорит, ты понимаешь, я, он уже захочел до мной, по нашим, по советским меркам, он вообще ничего не добился. Ну, он не олимпийский феврон. Но он говорит, я получаю деньги, даже не знаю, честно говоря, за что, долгосрочные контракты. Ну, вот вы сейчас же слышали Шарапа, вот ее, она же больше денег не с того получает, она потеряла из-за того, что ее поймали на топе, она потеряла больше денег с того, что от нее отказались спонсоры. У нас-то не было спонсоров, так, вот пока весь спортсмен, вот здесь вот что-то есть. Завтра, ну, у тебя же осталась квартира, машина, тебе же, мне же решили купить машину. Ну, со мной не так все печально, и, ну, просто, чтобы вы уже понимали, нас когда-то, сейчас уже нет, а когда-то было у нас давно, вот всех украинских олимпийцев собрали. Не забыл фамилию, кто-то добыл. Ну, как бы, что? Щербицкий. Да какой Щербицкий? Я говорю, за олимпийского этого, а не Щербицкий. Олимпийского Ивана, он, 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 где нам когда-то был, тем самым, Федоренко, да, тогда еще был Федоренко. Вот это последний раз, когда он собирал всех олимпийцев наших, украинских, украинских. Просто, чтобы, и вот, ну, видно же по одежде, кто-то, как бы, хорошо одет, кто-то так вот попроще, ну, ну, каждый же по-разному, тут такое дело. Ну, собрали там были, ну, просто даже, чтобы хотя бы, чтобы и спортсменам наполнить, что они же есть, и вот здесь почествовать, как-то там, кому грамоту вручить, кому, значит, лапу пожать. Я, когда перекратил активную эту самую, я работал сразу с Центральным Советом Динамо. Центральный Совет Динамо, чтобы вы понимали, это сборная СССР, только среди Динамо в целом. Так? Я же, в общем-то, все время был, это я родом, Чернигова, так я, так, а так я все время был, и числится в Динамо-Киев. Просто, что как футболисты есть, так же есть там и другие виды спорта, есть же штанга, и пловцы, и все же были. Так вот, я работал с Центральным Советом Динамо. Ну, это же до распада, до распада СССР. Как распался, я потом с Украины. Ну, вы же понимаете, это вот, что сразу, вот, что сразу было, но не тот же уровень был, не тот уровень, денег вообще никаких. На головном энтузиазме я возил, я где-то там за свои деньги и оплачивал даже, ну, потому что у меня еще сын, я еще старался, что сын же как-то подтягивал. Борзов, тогда был у нас министр спорта, ему отказал Adidas, ему отказал в экипировке, ну, по каким-то причинам, не знаю. Я лыжников решил, для лыжников я решил, у меня с представителями фирмы Adidas были настолько хорошие отношения, что я лыжников одел. Но, я же руководителя не одел, он же мне дал только вот на комплект на спортсменов, а руководители же тоже хотят. Ну да. А потом, когда туда приехали, он говорит, а почему у тебя спортсмен не одет? А что, я расскажу, что так у меня вот, зато у дедушка у руководителя, вот кто-то был, понимаешь, сильно не запрошивал, хотя были, тут же как бы и Белоруссия тоже сахарно. И была возможность, и была возможность. И, кстати, когда вот это было КЧП, то я как раз тогда находился в Австрии. И даже австрийцы говорили, что мы тебя не пустим. Ну, я же, но я, я офицер же, я же за Динамо сломал, поэтому я офицер. И вы же понимаете, что я там угнен, у меня же здесь семья и ребенок, и как бы это на них отразилось, кто же знал, что он там через два дня. Но это, опять же, понимаете, тот, кто не был за границей, может думать, что там вот так вот все хорошо. Есть свои нюансы, там, и для любого человека, который готов трудиться, оно хорошо, как бы у нас. Другое дело, что вот добился ли что-то, вот мы, вот сейчас, вы же часто видите по телевизору, вот наши герои Сикорский, там еще кто-то, еще кто-то, понимаете. Ну, вот если бы он здесь остался, тогда не уехал он в Америку. Ну, его бы расстреляли, и никакие вертолеты бы не летали. Так же? Так что, да, это, тут другое дело, что я, когда выступал, я бы добился, наверное, намного большего, если бы я был, вот, в Чернигове всегда вернулся, а мне тогда, пожалуйста, я или в Москве, или в Ленинграде, квартиру я сразу, у меня были бы другие мои руководители, кураторы, а вот когда, вот там на Олимпиаде, кого в какую группу поставить, вот здесь бы были, уже были бы, как бы, потому, в спорте, как и в жизни, не всегда результат. Результат я попадаю сюда, но меня не ставят, потому что, надо вот этого поставить. Тогда было. Тогда была конкуренция такая, что вот сборная СССР была 10 человек, и еще человек, 10 таких же, почти таких же, как мы, но они же были не в сборной. Тренировались не хуже, все, ну, в общем-то, всех, кто мог, это и мой пример, всех, кто чего-то мог добиться, те добивались. То уже все разговоры, что, меня там, нет-нет, добивались всего. Тогда не было такого, что ты украинец, или ты прибалт, или нет. Если ты заслуживаешь внимание, ты пробьешься и сам даже. Другое дело, ну, разные моменты, кто-то любит погулять, кто-то может как-то там, не так сильно хочет тренироваться, не так нацелен даже на победу, вот в чем дело. Так что это даже большее, и значение имело тогда. А уж, откуда ты, я, наверное, являюсь самым большим примером, что вот с Украины, мне даже ответить было сложно, а как ты вообще научился кататься? Ничего. А, вот здесь вот, я же сказал, что, когда приехали сюда, вот с первым секретарем, здесь вот у нас вот был, приехали, он говорит, вообще-то мы еще сделаем, еще хотим троплин построить. Я же, как бы уже понимаю, тоже ему говорю, что, ну, Василия, не горячитесь, надо же, снег, у нас же мало, короткий снег. Он говорит, а есть пушки, сейчас-то снег уже делают, сейчас на таком снеге, почти никто на него не рискует. Если даже снеги есть, то все равно основу делают с искусственного, он не тает, а по нему совсем другая, ну, химический или физический состав, даже совсем другой. Он говорит, купим, не вопрос. И, в принципе, надо было бы купили, потому в Донецке, я же не сказал, что это нереально, просто это очень большие деньги. Другое дело, вот как и в России, там же они тянут, но в Сочи, многие базы пустуют. Так. Ну, а в Донецке бы еще меньше, но кто бы туда поехал, в Донецк кататься на лыжах. Когда, я же видел даже просто смех, сами телеконы, но он же снег сам по себе серый. Надо чистота снега. Ну, я не готов сказать, что прямо всем корнем могло быть иначе, но вот когда, я даже наблюдал, даже по нашим людям, вот когда, вот здесь вот он может там быковать, где-то грубо, где-то еще что-то. Когда он уезжает за границу, ну, некоторые так и продолжают, но там их быстро ставят на место. но люди меняются, потому что когда общая масса. Это есть, вот какой есть, как скажем его, запрос. Вот есть запрос, что вот на джипе и с шеей, так, то ты должен как-то быковать, должен кого-то там, а там наоборот, они даже иногда соревнуются на той же дороге, чтобы, ну вот, если веживайся, что пожалуйста проезжай. Пожалуйста проезжай. Ты хочешь? Да, ради Бога. У нас не пропустят. Первейшее, что бросалось, ну мы тогда же не в Киев, мы приезжали сюда, в Шереметьево прилетали. Вот первейшее, что бросалось, это вот к этому приезжали, то сразу вот эта грубость. Потому я думаю, что если бы прошло в Донецке, увидели бы это все, ну народ, наверное, бы стал добрее, это 100%. Потому что, даже когда проходит любой какой-то форум, пускай это по пению, вот когда много собирается единомышленникам, и мы все видим, что подожди, так вот же они поляки, вот австрийцы, немцы, все, все улыбаются, все прекрасно, все, у тебя нету вот этой агрессивности, ты же сразу. И тут же ты, ну, куда, нет, ну вот сразу же, 95-й квартал, что попадаешь на трещину, и здесь сразу же другое, смотришь, я шапку хотят отжать или что-то еще. Ну это шутка, но в общем-то да. Потому, конечно же, плюс, плюс спорту, растет спорт, даже не так. Вот, у какой-то страны даже появляется хороший спортсмен, и к нему сразу подтягиваются другие спортсмены. Откуда они берутся? Вроде же никого не было, никогда никто не бягал хорошо. А вот они с ним тренируются вместе, они видят, раз смог он, так отчего же, мы же так же с ним. Мы же так же с ним, и люди верят в свои силы, и сразу становится лучше. Это же сказка русские народные для Ивана Дурак, и это да, а в жизни так же же не бывает. Но мечта, мечтать же никто не отменял. Мечтать можно. Хотелось бы нам всем, так хотелось бы, конечно же. А чего бы вам хотелось? Ну, я думаю, что не только мне, а всему народу Украины, чтобы был мир, конечно, сейчас это самое. Никогда не думали, что это будет настолько актуально, и настолько, что раньше в шутку говорили, чтобы только не было войны, а сейчас вы же видите, ну. Субтитры сделал DimaTorzok